Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево, Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Сегодня глава Республики Рашид Имрезов выступил с ежегодным докладным посланием к жителям республики, депутатам парламента, членам правительства, членам Совета Федерации, депутатам Госдумы. В мероприятии также приняли участие представители духовенства, главы городов и районов республики, представители судебных, правоохранительных и силовых структур, общественных организаций и многие другие. Глава региона подвел итоги прошедшего года и озвучил стратегические планы развития. Подробности расскажет Мурат Жанкёзов. Рашид Имрезов отметил, что минувший год поставил перед Карачаево-Черкесией сложные задачи. Прежде всего по организации работы по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что система здравоохранения республики достаточно быстро отреагировала на вызовы, связанные с пандемией. В кратчайшие сроки было развернуто 7 ковид-госпиталей на 1320 коек. Работу в ковид-госпиталях привлечено 1142 медицинских работников. Помимо федеральных доплат, инициированных президентом Российской Федерации, уже с апреля каждый работник красной зоны или ковидной бригады получал и региональные доплаты. На эти цели мы направили полмиллиарда рублей из бюджета республики. На текущий год сохранены все социальные выплаты. Глава республики объявил о новых мерах стимулирования рождаемости в дополнение к действующим. Так, в республике будет введена новая выплата при рождении третьего ребенка в размере 35 тысяч рублей. А при рождении второго выплаты увеличат с 20 тысяч до 25. Участникам программы «Земский доктор» и «Земский учитель» с января следующего года будет дополнительно выплачиваться по 100 тысяч рублей из регионального бюджета. В 2020 году на поддержку семьи, материнства и детства направлено 3,3 миллиарда рублей. В соответствии с посланием президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в 2021 году введены дополнительные меры поддержки семей с детьми. Все эти меры, безусловно, повлияют на увеличение рождаемости в регионе и улучшение качества жизни семей с детьми. В рамках доклада послания глава республики сообщил, что введены региональные доплаты работникам сельских клубов и сельских спорткомплексов по 5 тысяч рублей ежемесячно в дополнение к зарплате. В год столетия Карачаева-Черкесии начнется проектирование, а с 2023 года и строительство сразу трех больших групповых водопроводов. Реализация этих проектов позволит обеспечить качественным водоснабжением около 60 тысяч человек в пяти муниципальных районах. Многодетные семьи дополнительно получат 10 кубов лесоматериалов на строительство домов. Установленные для ветеранов Великой Отечественной войны все меры социальной поддержки предоставлены в полном объеме. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в прошлом году сельское хозяйство республики показало неплохие результаты благодаря мерам государственной поддержки. На государственную поддержку сельского хозяйства в прошлом году было направлено более 1,3 миллиарда рублей, в том числе 266 миллионов из регионального бюджета. Ее получили 860 сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса. Благодаря реализации государственной программы развития Северно-Кавказского федерального округа в период до 2025 года, с 2016 года в республике начала возрождаться культура садоводства, которая, к сожалению, была утрачена в постперестроечный период. Флагманом развития садоводства является общество с ограниченной ответственностью сады Карачаева-Черкесии. Сегодня более 500 гектаров садов интенсивного типа уже введены в изглотацию. Готовится к реализации один из перспективных проектов строительства современного горно-обогатительного комбината в Уропском районе. Глава республики назвал одной из главных целей стратегии развития республики на ближайшие пять лет создание 10 тысяч новых высокотехнологичных и высокоплачиваемых рабочих мест. Для этого разработают новую обновленную программу стратегии развития. Нереализуемых задач нет. Политики и деятели культуры высказали свое мнение о докладе послания главы республики Рашида Тимрезова. Как будут реализовывать послания, задачи и о расставленных акцентах, расскажет Альбина Ламкова. Вслед за посланием участники делятся друг с другом впечатлениями доклада главы региона Рашида Тимрезова. Обсудить и есть, что спектр вопросов, которые предстоит решить, широк. Впечатляет и проделанная работа. Емко, интересно и содержательно. Так начал свой комментарий спикер парламента Корчаева Черкесии Александр Иванов. Он отметил, насколько детально Рашид Тимрезов озвучил ключевые задачи в социальной сфере. Глава республики Рашид Борисович Тимрезов является членом высшего совета партии. Он идет этим курсом, реализуя эти задачи, программные задачи партии «Единая Россия». И я думаю, что всем присутствующим было интересно увидеть, сколько сделано в республике. Поручения, которые были даны, мы, конечно же, рассмотрим в качестве законодательных инициатив главы республики по повышению денежного содержания выплат на второго и третьего ребенка. В сфере строительства проделана значительная работа. Предстоит еще больше воплотить в жизнь. Большое внимание уделено вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства. Ну, это само собой, потому что любая отрасль экономики, любое направление социальной сферы, все это основано на объектах капитального строительства. Сил ресурсов, конечно, устроить не хватит. Значит, при соответствующем, вот, сегодняшнем состоянии финансирования, федерального, регионального, где-то там, муниципального. Поэтому, я думаю, что тот темп, который сейчас набран, он дальше будет идти. И это все обозначено в перспективной части доклада. Вдохновил доклад послания заслуженного артиста Карачаева Черкесии. Очень приятно, что работникам сельской местности, сферы культуры, будет доблата 5000, в размере 5000. Это каждый рубль, это очень большая значимость. Есть информация о том, что будет свой симфонический оркестр в нашей республике. Значит, есть актеры, драматический театр. Я думаю, что его, конечно, реконструкция будет обязательно. Мы все в ожидании то поле, где мы будем это все показывать нашим жителям. Важно, что, как и прежде, уделять большое внимание социальной сфере, семье, здравоохранению и образованию. А особенно в это непростое время, отметил участник мероприятия. Очень приятно, что большая часть доклада была посвящена именно социально значимым проектам. В условиях пандемии, которая нас застала с прошлого года, очень важно, что Рашид Пориспич подчеркнул и реально реализовалось то, что мы сохранили темпы развития в республике. Хотя по сравнению с достаточным количеством регионов, это было очень сложно сделать. Сегодня четко был услышан посыл главы республики о том, что взаимодействия исполнительной власти, законодательной власти, партийного актива, они должны быть, ну вот, лежать в приоритете. Ну, мне особо приятно, что он большую часть своего выступления уделил здравоохранению. Дело в том, что мы все знаем, что прошлый год был очень тяжелый. Мы боролись все с пандемией. И я, как человек, проведший 220 дней в изоляции, в карантинной зоне, хочу вам сказать, что мне было очень приятно наблюдать, что не только была забота о соматическом здоровье населения, но и о социальном благополучии населения. Рашид Порезбеевич обозначил ряд задач по защите окружающей среды. Эта работа тоже имеет большое значение для благополучия населения. Благодаря инициативе главы нашего региона по участию Карачао-Черкесии в нацпроекте «Экология» закрыты многие актуальные вопросы в части экологии. Проделано большое количество работ, но нам еще предстоит много сделать. Каждый из присутствующих отметил, что представленный доклад послания ярко в сопровождении видеоматериала показал, насколько эффективно работают власти в решении задач, направленных на благосостояние населения республики. Глава также затронул взаимодействие органов власти с гражданским обществом. Это очень дорогого стоит. Гражданское общество – это общественные организации, в том числе и национальные общественные организации. Наша голова республики умеет строить конструктивный диалог с гражданским обществом в республике. Очень тесно строит взаимоотношения, в том числе и с лидерами национальных общественных организаций. А у нас, как вы знаете, это тоже такой нелегкий вопрос. Я позволю себе сказать, нас каждый, кто не первый, тот и не второй. С каждым разом ставится все больше новых задач и целей в перспективе развития республики. И все они воплощаются в жизнь. С этим не мог поспорить никто. А мы, пожалуй, одни из последних, кто покидает данную церемонию. Нужно сказать, что из большинства комментариев, специалистов разных областей, общественных деятелей, по докладу посланию главы регионов, следует отметить, что руководство республики трезво оценивает риски, угрозы и возможности, которые сформировались в этом непростом году. И для того, чтобы успешно реализовать принятые решения, поставленные задачи, важна сбалансированная деятельность всех ветвей власти. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Рашид Токов. Вести. Карачаево-Черкесия. МЧС предупреждает, в Карачаево-Черкесии местами ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Карачаево-Черкесия. При ночи и утром кратковременный дождь и гроза, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 11-13, днем 19-21 выше нуля. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. Сегодня до послания главы в резиденции состоялось координационное совещание с участием заместителя руководителя федерального казначейства Эли Исаева и Рашида Темрезова. Совещание касалось контроля финансово-бюджетной сферы. Руководитель региона сказал, что это важное направление по реализации проектов при механизме получения инфраструктурных кредитов на совещание Эли Исаев и исполнил приятную миссию. Поблагодарил за добросовестный труд и многолетнюю работу руководителя управления казначейства Республики Исмаила Качиева. Вручил нагрудный знак ветеран казначейства России. Исмаил Качиев завершил свою деятельность в казначействе по выслуге лет, а временно исполняющим назначен Юрий Тоддаев. Руководитель субъекта, конечно, буду лично заниматься этими вопросами и буду надеяться и уверен, что такая помощь страны ветеран казначейства, лично ваших сотрудников, коллег, мы ее обязательно получим. Это очень важное направление, повторюсь, президент Российской Федерации, особо frozen ��ставил имена этому направления. Я своих коллег всегда устраиваю, чтобы мы не должны быть такими краткими, Мы, скорее всего, должны для наших объектов контроль, в Брянске, 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 в Брянске. Мы не ведомцы на уши, а мы всячески помогаем в объекте контроля, предотвратили. И вести из Оперштаба. Сегодня в Крачеве, Черкесии, выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 20 274 человека. Из них 19 944 выздоровели, 105 человек госпитализированы. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите первые серии фильма «Несмотря ни на что». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»